ну чё гоняем с максиком с утра случайно встретил предложил пару спусков по его фирменной программе кайф на курорте снега нету а здесь что то есть так что держу в курсе у меня все хорошо как у вас что мы находимся на горе у туя сейчас поедем катать ее северные склоны и находится на подветренной стороне здесь всегда больше снега снегопада уже не было около пяти дней но я думаю мы найдем здесь что-нибудь интересное эти склоны не для новичков здесь очень интересный рельеф много курумов больших каменных глыб но все они засыпаны большим количеством снега сколько катался здесь за последние дни ни разу не натыкался на камень думаю все будет нормально я бой раскатали а сейчас мы возьмем чуть правее там будет меньше курумов более длинный склон более такой равномерный здесь получается крутые курума а потом положники а здесь он весь будет такой более сглаженный и меньше кроме следов кроме следов ну следы тоже в принципе достаточно мягкие должны быть по ниже чё я как лучше вот так можно задержать вон друклон объезжать правее правее Правый траверс, правый траверс Правее Давай, давай сюда О, стой, здесь хорошо Погнали Погнали Давай, давай Давай, давай Выбирайте свою линию, не езьте по следам Так, тут справа Курумник под раскатом Я поэтому беру левее Полянки шик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну смотри, главное, чтобы ты видел весь рельеф И если, ну, визуально тебе хватает ходов То можно там перепрыгнуть Но если ты не видишь, что за перегибом То там вот как раз таки может оказаться Это яма с контруклоном Отсюда просто тоже не все видно Тут две ямы Но в принципе Можно классно проскочить У меня прикольный ракурс Попробуешь? Ну смотри так, чтобы тебе ходов хватило Чтобы ты видел, чтобы видел приземление Давай Оп, прыгай, прыгай Еее, хорош, красавчик Давай, погнали Буду прыгать через Курум Лех, все окей? Леха Серега, нельзя на Курумах отстегиваться И пешком гулять Ты тут провалишься так же У тебя... Да я вижу, Лех, все нормально У тебя голова же торчит Значит, все окей Главное, что не страусом вниз головой Серега, что ты делаешь? Тут нельзя ходить Очень большой шанс провалиться между Курумов Пешком Тем более оставлять доску Тебе надо было просто до него доехать И все, и помочь Зачем ты отстегнулся? Макс, а могу я вот так вот проехать? Да Все, я погнал тогда вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот По кайфу На курорте реально нет снега Нет прогноза А на снегоходике Макс знает местечки, где Супер круто Вот Ну, сейчас в соло поеду До нашей палаточки Стартану Вот Я, в принципе, по этому лесу уже несколько раз катался С ребятами Так что, в принципе, знаю Как там можно безопасно проехать Погнали Погодка вообще пушка Вообще ветра нету Ну, как пушка Для гора это, конечно, отстой Снега нет Свежего Ну, блин, солнце греет И ветра вообще нету Просто кайф Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Майкранкет. Всем привет. Тестили мы, значит, досочки Майкранкета. Так случилось, что у Ани она взяла себе вообще в магазине эту доску. 150-я ростовка. А я здесь на тестах взял себе 159-ю, но вообще я бы взял себе меньше, но на тестах была только 159-я. Вот, хотим вам рассказать немного о этих досках. Кто начнет? Давай я начну. Прикольная доска, очень универсальная. Мои ощущения такие, что ты можешь заехать в лес, выехать из леса на трассу отротраченную, проехать там кар в какой-то флет фристайл и внизу заехать в парк, отпрыгать трампики такие небольшие и поджибить. базовые, несложные трюки, но тем не менее, она вывозит и никакого нету дискомфорта. То есть, она умеренно жесткая, она прям парковая, как будто бы, но в пухляке прям огонь. То есть, вывозит всякие дробочки, вот эти вот надувчики. Класс. А я почему выбрал ее для тестов? Потому что мне она показалась прикольной, что ее можно взять с собой, например, весной в горы и кататься там, прыгать всякие кочки. О, отходим, отходим, отходим. Вот какие-то мастерские будут. Наши мастерские будут. Наши мастерские. Щепки. Короче, да, мне показалось, почему она интересна, потому что мне интересно было затестить доску, которая может являться твоей основной, единственной универсальной доской. Вот. И мне показалось, что круто совмещать прирайд, трассу, прыжки. И, кстати, вот изначально я даже подумал, что... Опять, да? Давай на пони собаку подснимем. Типа, пусть они мне несут. Вот. И я ее тестил с взглядом на то, что я тестил доски, которые я бы себе купил сам. Вот. И я катался на ней в лесочке, не с небольшим паудером, по трассе, и с камнями, и отратраченной, и с буграми, и на больших ходах, и на маленьких ходах. И вчера полдня катался с Максом Ионовым вообще, типа, вне трасс, в лесу, с глубоким пупликом. Я вообще ни разу не напряг ноги, чтобы приложить какие-то усилия, чтобы она вывозила из снега. То есть обычно задняя нога, у тебя просто мышцы становятся каменные, ты, блин, орешь и все такое. А здесь это просто супер универсальная доска по прогибу этот кембер. А флэт камп, по-моему, он гибридный. Ну да, да, я имею в виду основной прогиб кембер под этими... между креплениями. И что, и ты говоришь, у нее еще нос, да, вот нерабочая часть? Ну да, он тут для всплывания в пухлом. Что прикольно, что она мягкая достаточно, ну, относительно всех паудеров. Да, она потянет мягенькая. И ты смело можешь заехать в густой лес и вообще не чувствуешь дискомфорта, что она какая-то там неповоротливая, как большие, там, например, какие-то крейсеры, на которых, вон, гоняют чуваки. И ты смело залетаешь в лес и уворачиваешься нормально. Да-да-да, в целом такой, ну, типа, универсальный прикольный снаряд. И реально нос у нее, она супер направленная, но не то, чтобы прям супер, но это явно заметно. И я даже и не думал, что Аня вчера в парке будет делать ноуспресс. Типа, чего? Хотя там на тазике тоже, да, это все такое. Но ноуспресс-то я понимаю, это не было формата, что это, типа, безысходность, и поэтому я буду, вот у меня нет второй доски, а это, типа, вообще пофигу. Пофиг. Вообще нет, ну, когда быстро прикатываешься, очень быстро, то есть у нее рабочая поверхность примерно, ну, вот она 150-я, она где-то там 146, наверное, по, если по парковым доскам. Единственное, да, то, что короткий тейл, некоторые трюки сложно увозить, он из тебя может немного выскочить, потому что он коротенький, и он тебя подбрасывает на приземе, на жесткой. Но в целом норм. Да, вот. Ну, естественно, как чисто парковую доску, мне кажется, не стоит рассмотреть. А вот как универсальную вообще для всего с уклоном, в основном, конечно же, для катания по пухля, по пухлому снегу, по трассе, с возможностью легко попрыгать на трампиках и даже поджибить. Если вы не хотите иметь три доски, две доски, вы хотите иметь одну доску, то прям вообще, мне кажется, вот это лучшее, что есть в склоте. Это такой travel-вариант, чтобы не везти с собой три, две, три доски. Ну, либо cheap-вариант, потому что если у вас там нету, если вы не так много катаетесь, чтобы иметь парковую доску для парка, там, доску для фрирайда в Камчатке. Это вот чисто такой для большинства людей супер подходящий вариант, и я бы посоветовал взять именно вот этот. Для любителей Шири Геша вообще идеально. Просто Шири Геш Эдишн в следующем году. Сначала Шири Геш Эдишн. Погнали! Что, мы с прокатимся? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...